всем привет эта компания погода в доме и с вами я максим на улице наступила замечательная пора это рождественские крещенские морозы на улице минус 33 временами ночью даже до 40 градусов мороза и настало время поговорить о том как некомфортно жить в квартире или в доме когда у вас неправильно собрана система отопления как с этим жить как с этим бороться ждать ли весны для этого ждать и лето или можно все оперативно сделать в условиях зимы для начала рассмотрим самый банальный пример у человека в распоряжении либо клубный дом либо квартира с поквартирным отоплением какие ошибки чаще всего встречаются ошибка самая распространенная имеем в распоряжении котел большой мощности от 12 до 24 киловатт а радиаторов при этом у нас стоит всего три или даже два на всю квартиру учитывая того что у нас например два окна выходящих на улицу чаще всего будет установлено именно два радиатора при этом один радиатор будет иметь к примеру 12 секций а второй радиатор к примеру 6 секций что мы при этом имеем излучательная способность 1 1 секции радиатора она составляет не более 150 ватт соответственно 10 секционный радиатор нам может дать тепловой мощности всего полтора киловатта это при идеальных условиях соответственно полтора киловатта, что нам могут дать? Они могут максимум нагреть 15 квадратных метров площади при наружной температуре воздуха не ниже 20 градусов Цельсия. И что мы получаем? Мы вставим котел на 80 градусов, это практически максимум, что может традиционный настенный конвекционный котел или напольный котел, может 90 градусов температуру теплоносителя держать. Батареи очень горячие, практически огненные, на них можно яичницу пожарить, но при этом в доме у нас по-прежнему холодно. Полы ледяные, температура воздуха может не превышать 18 градусов. Какой напрашивается вывод? Нам неправильно собрали систему отопления. Зачем они это сделали? Ну, просто сэкономили на вас. Соответственно, сэкономили на вас, заработали себе денежку. А так как мы на себе экономить не хотим, мы что делаем? Правильно, мы просто берем, докупаем дополнительный радиатор, разбираем его на секции и присоединяем к уже имеющейся системе отопления. Это мы можем сделать даже зимой, даже в условиях мороза на улице 30 градусов и более. Для этого всего лишь навсего нам нужно сделать это достаточно оперативно. А оперативно это сделается при помощи специалистов, а не самостоятельно. Мы при этом перекрываем систему отопления, отсоединяем свой радиатор, соответственно, наращиваем его, перепаиваем немножечко систему для того, чтобы удлинить саму секцию радиаторную. И все. Присоединив буквально четыре секции к уже имеющимся десяти, мы тем самым можем увеличить полезную, соответственно, излучающую способность радиатора на, внимание, 0,6 киловатта. А это достаточно много. Это спокойно 6 квадратных метров присоединяем к уже имеющимся отопливой площади, соответственно. Это, по ощущениям, будет гораздо теплее. Соответственно, на пару градусов у вас точно температура комфорта поднимется внутри помещения. Самое плохое, что у нас обычно на кухне ставят маленькие радиаторы, шестисекционные или восьмисекционные. Что делать в этой ситуации? Обязательно увеличивать количество секций. Обычно на кухне увеличение стандартное даже не имеет смысла, потому что проще и дешевле будет взять и заменить уже имеющийся радиатор на радиатор с большим количеством секций, потому что экономически это будет более оправданно. Ну, например, ваш шестисекционный заменить на 10-секционный. Если, соответственно, у вас ставили биметаллический радиатор, это 10-секционный биметалл. В данном случае это радиатор от компании Кионер. Ну, можно и другие варианты, которые представлены в сети магазинах Погода в доме, рассмотреть. Есть также второй вариант, когда у нас с отоплением не справляется непосредственно сам котел. И здесь может быть целых две причины. Первая причина. Наш котел просто устарел. В нем накопилось достаточное количество вокалины, прочего мусора в системе отопления, и он не справляется со своей задачей, потому что у него плохая теплопередача на теплоноситель. Вторая причина непосредственно, это когда мы уже сами нарастили систему отопления, или прибавили теплые полы, например, в системе отопления, или добавили внутрипольные конвекторы, или делали прочее усовершенствование, но они при этом не предусмотрели, что у нас просто не хватит тепловой мощности. В следствии этого нам просто необходимо котел заменить на более мощный и производительный. Тут у нас, соответственно, еще два пути открываются. Первый путь. Это мы используем традиционный напольный котел, если у нас был напольный котел. Если мы берем котел большей мощности, скорее всего, нам понадобится замена счетчика, потому что напольные котлы, исходя из мощности, сильно отличаются по максимальному потреблению газа. Разница может доходить до полутора кран. В этом случае у нас есть другой способ. Мы можем прибегнуть к замене напольного котла на настенный котел. Для этого нам даже не понадобится с вами заменить техусловия. Соответственно, у настенного котла потребление газа ниже, мы можем уложиться в те же рамки при той же тепловой мощности, что и требуется нам при изменении системы отопления. Я напоминаю, что съемки мы проводим в магазине «Погода в доме», расположенном на улице Урицкого, 25. В нашем магазине представлены котлы всех зарекомендовавших себя марок. Соответственно, мы несем на них гарантийные обязательства и рекомендуем их к установке в тех или иных условиях и ситуациях. Бояться заменить котел в зимних условиях, на стены, к примеру, абсолютно не стоит. Для того, чтобы заменить котел в системе отопления, нам понадобится лишь поддерживать плюсовую температуру внутри помещения, чтобы не дать системе замерзнуть. Это сделать в течение дня очень легко. Оперативно заменить котел вам помогут специалисты из компании «Погода в доме». Буквально в день обращения мы создадим заявку, а в следующий день у вас котел уже будет поменят. Также бояться заменить радиатор или нарастить его в зимних условиях, в условиях низких температур на улице, бояться этого не стоит. Потому что замена происходит буквально за несколько минут. Максимум до одного часа доходит замена одного радиатора. Все зависит от того, насколько много паечных работ по полипропилену нужно сделать. Паечные работы делаются достаточно просто нашими квалифицированными специалистами. За несколько минут вам поменяют один радиатор на другой либо нарастят несколько секций. Все, о чем мы тут поговорили с вами, вы можете приобрести в наших фирменных магазинах, адреса которых указаны на сайте «Погода в доме 73», а также непосредственно оставить заявочку на нашем сайте. С вами свяжутся квалифицированные менеджеры и насуществуемую доставочку прямо на дом. Абсолютно не важно, какой котел или радиатор вы берете, отечественный или иностранного производства, компания «Погода в доме» несет свою личную гарантию и ответственность за каждую проданную единицу товара. С вами был Максим. Всем пока!